Всем привет, кто путешествует с нами на канале Моя Беларусь. И сегодня дорога привинала нас в город Лиду. Гродненская область. Лида встречает нас голубым небом. У нас в Мухилёве сегодня пасмурно, снег шёл. Вот здесь огромный провоз стоит. 0,563 Белжида. Проезжаем Лидский замок. Мы уже в Лиде второй раз. В замке были вы на экскурсии. Есть у нас на канале наше видео. Замок, конечно, здесь весь восстановлен. Но всё равно очень интересно. Лядовый палац прямо. Январь месяца в Беларуси уже совсем нет снега. Даже вот уже и зелёная травка. Здесь за Лидским замком у нас памятник. Основателю города, князю Гетемину. Вот он мы проезжаем. Здесь мы тоже были. И проезжаем знаменитость костёл. Архитектурная знаменитость города Лиды. Гостиница Лида там сидит командировочный. Здесь памятник Франциску Скорины. С книгой раскрытой. Нашему белорусскому книгопечатнику. Мы вот туда ездили. Ты не помнишь, мы в тот раз ездили здесь? Да, в эту сторону нет. Не ездили. Поэтому мы проложим новый путь. Музыкальные товары разрисованы. Красивый магазин. Белогропонбанк справа был. Здание Белоруссбанка. И вот мой любимый Свято-Михайловский собор. Я тоже в нём была здесь. Есть у нас на канале видео. Дочки-сыночки в магазин проезжаем. Даже в Лиде выглянуло солнышко. У нас в Макилёве его так давно я не видела. Это вообще солнце. Какое счастье, что-то есть. Всё. У нас почти вся вот эта зима была бессолнечной абсолютно. И так радостно. Ого, какое интересное здание старинное. Очень заколоченное, но интересное. Здесь какой-то, наверное... Ну, вон церковь. Мы приехали в Лиде к храму-памятнику в тысячу двадцатилетие крещения Руси Георгия Победоносца. Церковь древняя и старинная. Построена в 1875 году. Чаяними местного мещанина. Антония Восневского. Это была раньше деревянная кладбищенская часовенка. Никогда не закрывалась она в годы лихолетий. В войну она единственная была. Работала. В 1919 году Лиду захватили поляки. И этот храм был единственной в городе, который действовал. на территории вот здесь есть братская могила. Вечная память и вечный покой. Всем людям здесь похоронено. Основатель храма Антоний Восневский. Какой замечательный храм. Вообще это как местное кладбище. Здесь захоронены, вот вдалеке я вижу часовенку Георгия Победоносца. Здесь она построена на могиле воинов, которые погибли в Великую Отечественную войну. Крест какой на окнах. И здесь кругом могила. Основательница начальницы Лидской женской гимназии Мария Константиновна Новицкая. Похоронена у стен храма. Храм такой очень замечательный. Его потом перестраивали. Стены деревянные обложили кирпичом. Пристройку сделали, потому что храм не вмещал молящихся. И церквушка получилась очень... Приобрела такой новый вид. Пойду в храм, зайду. Вот установлена памятная таблица, что это храм-памятник освящен в честь святого великомученика Победоносца Георгия в память 1020-летия крещения Руси. Основан храм в 1875 году, освящен как храм-памятник в ноябре 2008-го. Здесь очень много старинных икон. Забор чья белорусских святых икон. Президентная покородина. Здесь икона Журовической Богородицы, святой мученицы Татьяны. Старинная икона Николая Чудотворца, икона из Греции. Подаренный храм. А вот Виленская, Остробравская. Красивый. Батюшка Серафия. Господи, слава тебе. Иверская. Красивые какие. Делали ручную работу, украшения. Красивый господи. На территории кладбища, вот рядом с храмом, прямо вот мы идем, построена в 2014-м году часовинка Георгия Победоносца. Семидесятилетие освобождения Лиды от немецко-рыжских захватчиков. Вот здесь в кладбище могилы. Здесь, на этом кладбище, в основном похоронены воины, освободители. Около 145 могилы здесь. А под часовинкой Георгия Победоносца братская могила со 45-ю воинами, красноармейцами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Так вот, в этой часовне там мемориальная такая табличка. Сейчас ближе подойдем, почитаем. Вот сия часовня, памятник в честь Святой Великомученика Георгия, сооружена в память защитников Отечества от благодарных жителей города. Святой Великомучениче Георгия, моли Бога о всех погибших в Великую Отечественную войну и о всех нас. И вот дальше братская могила и воинские захоронения солдат. Вечная память всем усопшим и погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такая красивая, да? И вот виднеется храм-памятник. Святой Великомучениче Георгия, моли Бога о нас. Проезжаем завод Лид-Сельмаш. Лид это тоже крупный железнодорожный узел. На улице Свердлова в Лиде вот такой вот снимаем замечательный костел. А, улица Пролыгина налево. Даже колокола бьют, слышно, да? Слово покончилось. Угу. Солнечное. Супер. По улице Кирова континент проезжаем, большой супермаркет. Кстати, мы проезжаем герб Лиды. Это лев. Смотри, какой красивый лев. Даже с зубами. Чем-то похож на нашему Могилевского льва. Красавчик. Мы на улочке в Лиде сходили в замечательный дом торговли. Что мы здесь увидели с тобой? Торт увидели. Торт купили. Сладости мощные, да? И снимаем вот этот поближе герб Лиды со львом. А еще мы что заметили там? Замечательный кафетерий, как в Советском Союзе, да? С пироженными всякими. Мы у стен Лидского замка. 1323 год, Лида. Замок с этой стороны. Ладья стоит. Ой, сколько уточек живет здесь на речке. И лебеди. И лебеди даже. Ничего себе. Солнышко спряталось. Но так морозно. Минус один где-то. Лебедь красивый. И его жена рядом, да? Или это ребенок? Как-то не понять. Вон еще один далеке. Проезжаем храм всех святых. А нижний храм освящен в честь святого Пантелеймона. Погода уже испортилась. Солнышко исчезло. Нашли тучки. И мы будем прощаться с городом. Вот здесь вот еще какой-то костел интересный. На кладбище, наверное, не место. Да, на кладбище, да, да. И выезжать за город. Добрый путь.